В Колпашеве продолжаются благоустроительные работы в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Самым крупным объектом проекта стала аллея на улице Белинского, между улицами Комсомольская и Ленина. Работы были рассчитаны на три этапа. Совокупная стоимость объекта составила чуть более 20 миллионов рублей. В настоящее время в рамках третьего этапа работ закончено озеленение территории, ожидается доставка оборудования детской игровой площадки. Монтаж игрового комплекса станет завершающей стадией благоустройства общественного пространства. Также в рамках федеральной программы обустраивается пешеходная зона на улице Белинского от улицы Кирова до Ленина. Стоимость проекта составит более 12 миллионов рублей. Он предусматривает строительство качественной ливневой канализации. Еще один из объектов программы – обустройство аллеи влюбленных на городской пристани. В настоящее время выполнена планировка территории, отстроен лестничный марш, обустраиваются бордюры. Небольшой этап работ выполняется на площади у районной администрации. Там ликвидируются аварийные деревья. В будущем на территории планируется обустроить новое общественное пространство. В настоящее время существует два проекта благоустройства территории, рассказал глава колпашевского городского поселения Алексей Щукин. С одной стороны, в 2017 году мы разработали проект за счет средств местного бюджета, который нам кажется до сих пор очень интересным. С уличной сценой такой вот для проведения общегородских массовых уличных мероприятий. А затем по совместной инициативе с департаментом строительства мы заявились на конкурс «Малые города» с этой территории. Пока этот конкурс выиграть не можем, там совсем другая наполняемость этого объекта. Что-то интересное, что-то, на мой взгляд, наверное, все-таки не очень интересное, но тем не менее, есть архитектурно-дизайнерское решение. И пока нас департамент сопровождает, в этом году мы будем вновь подавать заявку. То есть, мы надеемся, что финансирование пойдет по другой программе. Благоустройство объектов по программе «Комфортная городская среда» должно быть закончено в срок до 1 сентября. На эти цели в этом году выделено около 32 миллионов рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком. Благоустройством территории в рамках федеральной программы администрация поселения занимается с 2017 года. Совокупные расходы на проведение работ с объектов этого года составят более 90 миллионов рублей. С 2017 года были благоустроены 7 общественных территорий. С учетом работы в этом году их станет 9. Две внутридомовые территории мы благоустраивали. В 2017 году в воинской части 8 многоквартирных домов, подъезды, проходы, парковочки, детская площадка и так далее. И в прошлом году около двух домов многоквартирных в НГСС. Мы тоже внутри дворовую территорию сделали. Более чем на 2 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, в Колпашеве продолжаются дорожные работы в рамках областной подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области». В рамках проекта предусмотрен ремонт участка автодороги на переулке Шкабуры у Тогурской средней школы, а также участка на улице Победы от воинской части до стоматологии. К сожалению, порядка трех недель подрядчик на наших объектах отсутствовал, поскольку их силы и средства были переброшены на ремонт областной дороги. Шкабура сделана полностью и дорогой, парковка и обучина отсыпана. Пока основных сил и средств наших дорожников не было в городе, они все равно не стояли, они занимались подготовкой, занимались тротуарами по Победе, собственно говоря, сделали. В настоящий момент, если, опять же, не подведет погода, если не будет, скажем, каких-то технических поломок там на заводе, такое тоже случается, то свой контракт до 1 августа вполне себе они должны выполнить. На дорожный ремонт в рамках программы сохранения развития автомобильных дорог Томской области в 2021 году Колпашевскому городскому поселению выделено 28 миллионов 700 тысяч рублей. Добавлю, финансирование областной программы осуществляется за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова